Турция 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 Мероприятие планируется провести в сентябре. Предполагается участие представителей международных организаций, а также государственных органов, ученых, экспертов из ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Как сообщила пресс-служба президента, целью этого международного проекта является сохранение культурной самобытности национальных государств, предотвращение проникновения радикальных идей под видом продвижения религиозных ценностей, а в конечном счете повышение эффективности демократического управления в религиозной сфере. Из предмета гордости вместо для бытовых отходов. Жители южной столицы жалуются, что река Ахбура и ее берега превратились в мусорную свалку. Отдыхающие после времяпровождения у реки оставляют после себя кучу мусора, некоторые тут же моют свои машины, а другие устроили мойку ковров. И если чиновники говорят, что в этом виноваты сами же жители, те уверяют, службы не работают. Вокруг антисанитария, а за нарушение экологических норм оштрафованы всего 7 человек. Гульджан Алтамышбаева расскажет подробности. Берег реки Ахбура возле микрорайона Юго-Восток города Ош завален мусором. Каждый день в это место приходят отдыхающие. Тут же рядом кто-то стирает ковры, а кто-то моет машину. И все они за собой оставляют мусор. Самое обидное, с утра пасут коров и баранов. Везде навоз и вонь стоит. Потом приходят стирать ковры и мыть машины. А отдыхающие бросают мусор даже в воду. Как видите, вот пакет плавает в реке. Ответственные службы не следят за всем этим. Даже надписи нигде нет. Стирать нельзя. Штраф. Весь берег завален мусором, чего только не выбрасывают. И так продолжается на протяжении всего летнего сезона. А ответственные госорганы не проводят разъяснительных работ. Не убирают мусор своевременно. Не штрафуют тех, кто устроил здесь мойку ковров и машин. Я никогда не слышал, чтобы мэрия кому-то делала замечание. Граждане хоть и говорят, что городские службы не убирают мусор, представители зеленхоза уверяют, что убирают строго по графику. Всего четыре работника комбината ежедневно очищают от отходов берег реки. Но частично признаются, что не успевают. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться к горожанам и попросить их не оставлять за собой мусор на берегу и в других общественных местах. Чистота нужна не только работникам нашего комбината, а всем гражданам. Ведь река Акбура – это символ нашего города. С начала года специалисты экотехинспекции города Орша штрафовали всего семь граждан, нарушивших экологический кодекс. Автомойка и стирка ковров на берегу реки является грубым нарушением 69-й статьи Водного кодекса. И согласно 122-й статье Административного кодекса полагается штраф в размере от тысячи до семи тысяч сомов. В ближайшие дни городская экотехинспекция совместно с патрульной милицией собираются провести рейд вдоль реки Акбура и других городских каналов. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. Информационную картину дня смотрите в наших вечерних выпусках. Административного кодекса.